Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Расскажем, чем грозит автовладельцам парковка на газонах. Ежедневно на портал Добродел у нас поступают обращения о незаконной парковке транспортных средств на зеленых насаждениях. Состоялось совещание по вопросу выработки мер по пресечению самовольного строительства в Ленинском городском округе. Как мы с вами помним, на первой ВКС мы как раз были в красной зоне по количеству объектов, но в зеленой на первом месте по принимаемым мерам. Детскому саду номер 28 Ивушка исполнился один год. Новых успехов, творческих замыслов и побед. Начальник управления образования Ломакова Светлана Евгеньевича. На что только не идут автовладельцы, чтобы припарковаться как можно ближе к дому. Некоторые, нарушая законодательство, бросают свои транспортные средства на газонах. Чем грозит такая парковка, узнала наша съемочная группа. Одна из острых проблем новых микрорайонов – нехватка парковочных мест. И микрорайон Бутово-Парк-2 в сельском поселении Булатниковское не исключение. Видимо, этим оправдывают свои действия вот такие горе-водители, бросающие автомобили на газонах. Не спасают ни столбики, ни сферы. Но такая парковка грозит автолюбителю как минимум административным наказанием. Согласно статье 6.22 кодекса, часть 1 кодекса об административных правонарушениях, эти машины подлежат штрафу до 5000. За нарушением законодательства следит районная и местная администрации, а также управляющие компании. В ходе регулярных проверок специальная выездная комиссия фиксирует факт нарушения, составляет акт и отправляет в Госадомтехнадзор, который выявляет собственника и штрафует нерадивого автолюбителя. Сейчас мы пойдем по всему району, абсолютно по всему району, и будем все машины вот эти вот выявлять и принимать к ним меры. Вот решено было в составе вот так вот выезжать, и мы будем в дальнейшем действовать так, пока мы не искореним это. Потому что даже ограждения где-то мы ставим, пытаются вырвать эти ограждения и все равно заехать. Не последнюю роль в просечении таких действий играют и управляющие компании. Ежедневно на портал Добродел у нас поступают обращения о незаконной парковке транспортных средств на зеленых насаждениях. И управляющая компания, находясь на территории, ежедневно мониторит, присылает нам фотоотчеты с подтверждением фактов. Совместно с нами мы осуществляем выезд ежедневно практически и отрабатываем эти обращения. Администрация совместно с застройщиками и управляющими компаниями регулярно мониторит ситуацию с парковками в новых микрорайонах. Делают дополнительные парковочные карманы, где это возможно, и ставят ограждения. Но нарушений по-прежнему много. Если вы заметили припаркованный на газоне автомобиль, не проходите мимо. Сфотографируйте, а лучше снимите на видео транспортное средство, его номера, а также адрес ближайшего дома. Информацию можно отправить на портал Добродел, в администрацию поселения или сразу в Госатомтехнадзор. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. На телеканал Видное ТВ постоянно приходят сообщения от телезрителей о проблемах, волнующих жителей Ленинского городского округа. Сегодня в нашем выпуске новостей мы расскажем о детской площадке на первой радиальной улице вблизи дома номер 3. Что с ней не так, узнала Юлия Пагасьян. О ситуации на детской площадке вблизи дома номер 3 по первой радиальной улице мы узнали от нашей телезрительницы Татьяны, которая оставила свою записку в палатке Видное ТВ во время празднования 90-летия Ленинского района и Московской области. Внимательно изучив обращения и вооружившись поддержкой инспекторов Госадомтехнадзора, мы решили сами убедиться в изложенной здесь проблеме. Неисправные игровые элементы, разрисованные информационные щиты, мусор из-за отсутствия урн. Замечаний у сотрудников Госадомтехнадзора по этой площадке немало. Мне не понравились очень качели-лошадка, они очень плохо закреплены, значит нужно отремонтировать. Затем на горке и на комплексе игровом отсутствует крепление на игровом элементе, на горке и на игровом комплексе. Затем на качелях отсутствует оплетка у гибкого подвеса, она необходима. По всем замечаниям баланса содержателю этой детской площадки будет направлено уведомление об устранении неисправностей и выписан штраф для юридических лиц в размере от 30 тысяч рублей. Еще одна проблема, которая сильно волнует местных жителей, нависающая над игровой зоной крона Старого Тополя. Старого Тополя – это такой хрупкий материал, дерево, который в любом интервью, вот сейчас вот такие передачи, я сам даже смотрел, столько падает, столько жертв таких бывает, и именно вот эта гнилушка. Здесь дети, вот этот какой-то, ну, ветер какой-то случайный или какой-то там, это самое, пары, наклонил, надавил и капец. Здесь, не дай бог, конечно, упаси бог, это самое, но может привести к неприятностям. Удивительно, что специальное прорезиненное покрытие на площадке есть, и видно, что оно новое. А почему не починили игровые элементы, вопрос остается открытым. Радуют местных жителей и лавки, которых здесь две, а вот урн нет. Сплошные парадоксы. Люди устали убирать мусор сами, ведь не все дети настолько сознательны, чтобы донести банки или фантики до мусорного бака. Систематический мусор, да, то есть я вообще, в принципе, дворников не вижу никого. Там постоянно в большей степени не дети, а молодежь, либо там бомжи на этой площадке. Там разжигают костры, я вот неоднократно выносила вот эти мангальные зоны. Я не вижу вообще, что кто-то там когда-то убирался. Хотелось бы, если мы платим деньги, чтобы это как-то, ну, хоть что-то там убирали. На первый взгляд красивый и ухоженный двор на первой радиальной улице при ближайшем рассмотрении оказался не таким уже комфортным. Территория явно требует внимания соответствующих муниципальных служб. Юлия Погосян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Самовольно возводимые постройки – острая проблема всех муниципалитетов Московской области. В настоящий момент с недобросовестными застройщиками идет борьба, о которой вы узнаете из нашего сюжета. В здании администрации состоялось совещание, на котором обсуждалась выработка мер по пресечению самовольного строительства в Ленинском городском округе. По итогам первого полугодия 2019 года наш муниципалитет попал в красную зону в подмосковном рейтинге 50 по количеству самовольно возводимых объектов. Всего выявлено 92 факта незаконного строительства, 60 из которых обнаружил главгосстройнадзор, а 32 – администрация. Как мы с вами помним, на первой ВКС мы как раз были в красной зоне по количеству объектов, но в зеленой на первом месте по принимаемым мерам. Да, и мы встречались, у вас была встреча с главой района в этой части, мы говорили, каким образом мы идем, что все мы пропускаем в публичную плоскость, выводим на судебные решения и отстаиваем конкретные интересы муниципального образования в этой части. Соответственно, от этих договоренностей мы не отступаем, мы эту работу ведем. На сегодняшний день из 92 строений один объект уже снесен, 14 приведены в соответствие с законодательством, по 40 объектам дела находятся в судах. Судьба остальных все еще под вопросом. Одна из проблемных точек – строящийся складской комплекс, находящийся в северо-восточной деревне Горки. Администрации направлено исковое заявление в суд, в арбитражный суд для признания указанной постройки самовольной, а также ее сносе. Но несмотря на принятые меры административного воздействия, застройщик продолжает строительство. В настоящее время подготовлен пакет документов и направлен исковое заявление в суд для приостановки деятельности организации сроком на 90 суток. В Московской области кампания по борьбе с объектами незаконного строительства началась в августе 2018 года. На сегодняшний день главгосстроенадзором выявлено 1200 самовольных построек на территории Подмосковья. Продолжается работа и в Ленинском округе. По всем объектам сейчас на совещании мы по ним дали весь расклад. То есть тот алгоритм действий, по которым эти объекты будут приводиться в соответствие градостроительного кодекса. В помощь инспектора муниципального земельного контроля в Московской области разработано специальное мобильное приложение для выявления объектов самовольного строительства. Если какой-то критерий самовольности он подтверждает муниципальный земельный инспектор, значит после этого мобильное приложение обрабатывает эти результаты. Вот эти результаты поступают в определенный аналитический центр. Далее поступают на муниципальную земельную комиссию, на комиссию по муниципальному земельному контролю, которая решает, действительно ли это объект самовольный. Администрации Ленинского городского округа поставлена задача активизировать работу по пресечению самовольного строительства в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. В минувшие выходные наша мотобольная команда в 32-й раз стала чемпионом страны. И сегодня в студию мы пригласили президента спортивного клуба «Металлург» Валерия Нефантьева. Валерий Георгиевич, для начала, естественно, поздравления наши. Спасибо. И скажите, тяжело ли было вернуть звание чемпиона к нам «Видное»? Ну, в принципе, действительно, завоевать один раз здорово, а чтобы сохранить это звание, это гораздо сложнее. Поэтому, в связи с тем, чтобы в прошлом году, после 16 лет без проигрыша проиграли Колосу Ипатова чемпионат России, конечно, просто престижно было обратно вернуть и забрать кубок, хрустальный кубок. Это, кстати, кубок не хрустальный, но хрустальный кубок Ипатова, видимо, они не привезли на последний финал, потому что думали, что, видимо, останется он у них. Получается, Колос сейчас стал таким принципиальным соперником, каким раньше был Ковровец. Да, вот это как раз можно провести эту параллель между Ковровцем в 80-е годы и Колосом. Но, самое интересное, не получила бы та же традиция. У нас с Ковровым было лет, наверное, 10, и по четным выигрывал Ковровец, по нечетным Металлург. Поэтому сегодня был нечетный год, наш год. Как складывался финальный матч? Расскажите об этом. Ну, если честно, сложно получился матч, потому что мы пропустили первое и пропустили, играя в большинстве. То есть, это такая… Не должно так быть. Играя в большинстве, мы потеряли мяч на их половине, они сделали контратаку. И игрок сборной Беларуси, который выступает за команду Колос, Вячеслав Ремешевский, вышел практически один на один и забил голы. То есть, и потом повело 1-0. А всегда в такой игре, когда решается звание чемпиона, конечно, кто первым забьет, уже большое преимущество. Ну, опять же, молодцы ребята нашли и в себе силы, и сравняли один на один, сделали в этом в первом же периоде. А потом уже второй период, 0-0, в третьем периоде отлично разыграли штрафной. Соснийский дал пас Крештопе, и Крештопа неотразимый мяч забил. То есть, Ипатов даже ни стенка не дернулась, ни вратарь не ожидал такого сильного паса и ответного удара. 2-1. Ну, а потом уже третий-четвертый период была грубая, может, даже не спортивная игра, но, тем не менее, мы смогли. Были моменты, и у них были моменты, и у нас были моменты. Ну, когда за первое место играть, оно, в принципе, красивой игры быть не может. Но тем слаще победа получилась, если учесть, что она стала волевой. Да, 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 потом все было настроено. Ипатов, конечно, очень хотела сделать, чтобы второй год подряд завоевать желание чемпиона России. Но, к счастью, металлок окрался сильнее. Что ж, еще раз вас поздравляем. И скажите, на этом сезон мотобольный завершен, или же еще какие-то игры в этом году будут? Нет, чисто спортивный сезон игр больше не будет. Сейчас мы октябрь месяц полностью разбираем мотоциклы, опять до винтика, до последнего. И механики реставрируют двигатели, все, что нужно, заменить, меняют. А ребята готовят ходовые части. И после отпуска, ноябрь, отпуск, декабрь, опять собираем мотоциклы в полной боевой. И начинаем готовиться уже к 2020 году. В таком случае желаем вам успехов уже в следующем сезоне. Спасибо. Большое спасибо за эту встречу. Напомню, что у нас в гостях был президент спортивного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев. Дмитрий Орловский – человек, чья профессия – лечить сердца. Нет, он не психолог, специализирующийся на взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Он врач, заведующий кардиологическим отделением Видновской районной клинической больницы. В преддверии Дня сердца мы расскажем о том, каково это – спасать жизни. Его путь в профессию начался 19 лет назад, когда после окончания военно-медицинской академии он остался в родном Ленинском районе и начал работать фельдшером скорой помощи. Затем перешел в стационар – врачом приемного отделения. А с 2003 года трудится в кардиологическом отделении. Интерес к лечению сердечно-сосудистых заболеваний возник еще в интернатуре. В настоящее время создана сеть сосудистых центров по Московской области, куда поступают пациенты с инфарктом миокарда. А в 2003 году и, соответственно, на протяжении 10-15 лет после этого все пациенты с острыми инфарктами миокарда, с прединфарктными состояниями проходили лечение здесь. Ну, наверное, вот это послужило таким важным обстоятельством, что я выбрал именно эту профессию – заниматься лечением наиболее тяжелых пациентов. Под руководством Дмитрия Орловского работает 5 врачей и 25 медсестер. Кардиологическое отделение – одно из самых больших Видновской районной клинической больницы. Ежегодно лечение здесь проходит порядка 2000 человек. Это пациенты с нарушениями ритма сердца, сердечно-недостаточностью, повышенным давлением. Отделение рассчитано на 65 коек. Шесть из них находятся в палате интенсивной терапии, которая оснащена современным оборудованием. Врачи владеют всеми функциональными методами обследования. При необходимости пациента переводят в один из федеральных или региональных сосудистых центров. Это специальность сложная, но она очень интересная. И дело в том, что это специальность, которая каждый год, каждый даже полгода, в ней появляется что-то новое. Появляются новые препараты, появляются новые методы лечения. Интересно, когда человеку это все помогает. Когда ты видишь пациента, который раньше приходил к тебе каждый месяц, а с появлением новых препаратов, эти случаи госпитализации пациентов становятся реже. Сотрудники кардиологического отделения все как один считают доброту самым главным качеством врача. Без нее невозможно работать с пациентами. А те, в свою очередь, уверены, Дмитрий Орловский именно такой – добрый и внимательный. Доктор очень хороший, внимательный. Постоянно приходит, узнает, как наше самочувствие. Дает свои рекомендации доктору, лечащему врачу. Мы очень довольны. Обстановка в больнице хорошая. Все чисто, хорошо. Питание хорошее. В 2012 году в отделении был сделан капитальный ремонт. Силами персонала здесь удается поддерживать чистоту и порядок. А Дмитрию Орловскому удается создавать в коллективе хорошую атмосферу. Атмосфера очень хорошая, дружная. Все друг другу помогаем где-то, что-то. Все стараемся прийти на помощь. Саморазвитие. Заведующий кардиологическим отделением считает важным аспектом своей деятельности. Регулярно посещает медицинские семинары и конференции. А лучшая награда за труды – здоровые люди. Больше всего радует профессии то, что когда ты выходишь на улицу, в нашем городе Видны, практически каждый второй тебя знает. Каждый второй или непосредственно пациент, или их родственники, которые подходят, говорят спасибо. И в преддверии Всемирного дня сердца мы тоже хотим сказать спасибо всему кардиологическому отделению Видновской районной клинической больницы за их самоотверженный труд. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Ровно год назад распахнул свои двери детский сад номер 28 «Ивушка». Он расположен в микрорайоне пригород «Лесное», и его открытие стало настоящим праздником для пап и мам, живущих здесь. Каким был этот год и как отметили первый день рождения образовательного учреждения, узнал Максим Козлов. В зрительном зале почетные гости, коллеги из других детских садов, работники учреждения. На сцене педагоги и их воспитанники. Год существования детского сада «Ивушка» здесь решили отметить веселым и красочным концертом. Юлия Погосян, Юлия Погосян, Юлия Погосян, Юлия Погосян, Юлия Погосян. А рассказать есть о чем. За прошедший год и коллектив заведений, и дети неплохо поработали. Теперь они готовы продемонстрировать свои таланты. Глядя, как слаженно действуют все участники постановки, не скажешь, что над концертом работали не больше месяца. Это было быстро, но было много разных всяких идей. То есть сегодня было одно, завтра пошли попробовали порепетировать, вставили еще что-то, но как-то идеи у нас возникали постоянно. Ну, как-то быстро все у нас это произошло. В праздники приняли участие 35 детей и 20 педагогов. В перерыве между концертными номерами зачитывались поздравления с днем рождения от коллег и начальства. Пусть детский сад «Ивушка» номер 28 всегда будет территорией радости, новых успехов, творческих замыслов и побед. Начальник управления образования Ломакова Светлана Евгеньевна. Открытие детского сада «Ивушка» стало настоящим событием для детей и родителей. Развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне не поспевало с заводом жилья. Сказать, что это заведение было долгожданным, не сказать ничего. Год назад мы его открыли с главой Ленинского района, Ленин Николаевичем. Новый современный сад, вы видите. Ну, конечно, требования сейчас другие совсем. Ну, детский сад шикарный. С учетом того, что микрорайон разрастается, поселение наше тоже разрастается, детишки у нас рождаются. И не только наши, и с Ленинского района дети у нас здесь находятся. И в этом году, дай бог, еще откроют один детский садик. И все у нас будет отлично. Пришедшим на открытие показали большие просторные группы и залы для занятий. Площадь детского сада 5000 квадратных метров. В настоящий момент это самое большое дошкольное учреждение в Ленинском муниципалитете. Когда я зашла в этот сад, чтобы устроиться на работу, я была поражена, во-первых, даже внешне. Потом я зашла вовнутрь, мне тоже очень все понравилось. Потом мне показали мой зал, я была просто в восторге, что он огромный. Все тут оборудовано прекрасно. А праздник между тем продолжается. Несмотря на то, что за кулисами царит некоторая суета и волнение, все идет своим чередом. Профессионализм коллег высоко оценили гости из других дошкольных учебных заведений. Я восхищена. Восхищена такими большими успехами детского сада. Их такой вот высотой, они просто молодцы. Я от всей души желаю, чтобы никогда у них не иссякало желание трудиться всему коллективу. Процветание, успехов и, конечно, благополучия. Продолжается поиск взаимопонимания с родителями, окончательное формирование педагогического состава и материально-технической базы. Сейчас детский сад посещают более 500 детей. Педагогический коллектив насчитывает 53 человека. Немногие знают, насколько сложным был этот год. Трудный? Да, был трудный. Трудный, но, как показывает практика, если создать команду, которая готова за тобой идти, достаточно инициативы твоей, и организм начинает жить. Ну, мне кажется, у нас получается. Действительно получается, что и отметили все собравшиеся. В 2020 году в микрорайоне Пригород Лесное планируется ввод в строй еще одного сада и общеобразовательной школы. Их также очень ждут местные жители. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова